Очень важно выкапывать чеснок, посаженный под зиму в правильные сроки. Есть несколько критериев, влияющих на время уборки, это и сортовые особенности, и регион, в котором выращивается культура, и рекомендации лунного календаря. Разобравшись в этих особенностях, можно избежать ошибок при уборке и обеспечить наилучшую сохранность урожая. Чтобы определиться, когда собирать чеснок, посаженный под зиму в различных регионах страны, необходимо учесть особенности своего района и проводить работы в соответствии с такими рекомендациями. В южных регионах чеснок созревает рано, и его собирают в период со второй декады июля по первую декаду августа. Все зависит от погодных условий конкретного сезона и внешних признаков зрелости. Когда решите выкапывать чеснок в Подмосковье, помните, что чаще всего он созревает в первой половине августа. Но в силу сортовых особенностей и температурного режима могут быть незначительные отклонения. Погода в средней полосе России во многом схожа с Московской областью. Но так как ее площадь большая, то и климатические особенности варьируются. Есть места, в которых сроки сбора зимнего чеснока наступают с конца июля, но чаще всего работу проводят с начала августа. Ленинградская область и другие районы с подобным климатом имеют менее благоприятные условия для созревания чеснока. Поэтому чаще всего его убирают в августе, а вот конкретное время нужно определять по внешнему виду чеснока. В Сибири и на Урале климат континентальный, тепло весной приходит быстро, а холода осенью начинается намного раньше, чем в средней полосе России. Поэтому сроки сдвигаются на более позднее время и чаще всего чеснок убирают во второй половине августа или в сентябре. Кстати, в большинстве регионов чеснок, посаженный весной, убирают в сентябре. Собирать урожай чеснока нужно тогда, когда рекомендует лунный календарь. Это связано с тем, что при растущей луне питательные вещества обычно двигаются к наземной части растений. Сбор урожая в благоприятный период не только улучшит сохранность головок, но и обеспечит наибольшее содержание в них полезных веществ. Даты, в которые рекомендуется проводить работу. В августе благоприятными будут 2, 3, с 21 по 24, 28 и 30 число. А в сентябре чеснок стоит убирать с 9 по 12, 16 и 17 числа. Следует отметить, что можно проводить работы и в другие дни, если прогнозируются затяжные осадки или заморозки. Но важно не убирать чеснок в неблагоприятные периоды. В этом году они приходятся на следующие даты. Август. 5, 7, с 9 по 12, с 25 по 27. В сентябре неблагоприятными будут с 6 по 8 и с 13 по 15 число. Многие считают, что идеальным временем для сбора является новолуние. Помни об этом, можно определить самые благоприятные периоды. Нужно примерно знать, когда предстоит выкапывать озимый чеснок, так как готовиться к этой работе следует заранее. Примерно за месяц необходимо прекратить поливы вообще, даже если будет стоять сухая погода. Это необходимо для нормального созревания. Если примерно за 7-10 дней до планируемой уборки листья не полностью высохли, необходимо отгрести почву от головок, чтобы открыть доступ воздуха и солнца к их верхней части и тем самым ускорить процессы дозревания. Рабочий процесс выглядит так. Выбрать время, когда копать зимний чеснок лучше всего. Это должен быть сухой и теплый день. Чтобы не травмировать головки, их следует подкапывать лопатой или вилами. Желательно предварительно продезинфицировать садовый инструмент. Грунт под чесноком надо немного приподнять, после чего вытащить головки за ботву. Ее обрывать не нужно. Далее следует аккуратно очистить подземную часть от налившей земли. Проще всего снимать ее вручную. Бить чеснок друг о друга не стоит, так его легко повредить. Собранный урожай нужно распределить на застеленной земле в один слой для обеспечения равномерного высыхания. Причем место должно быть таким, чтобы на чеснок не попадали ни осадки, ни прямые солнечные лучи. Можно время от времени переворачивать головки, чтобы они сохли быстрее. Обычно процесс занимает от двух до трех недель. На полностью высохших головках нужно срезать слишком длинные корешки и укоротить верхнюю часть. Если места нет, можно связать собранный урожай в небольшие пучки и подвесить под навесом для сушки. Важно не стягивать головки плотно, чтобы между ними свободно проникал воздух. Не стоит оставлять чеснок на улице на ночь, даже если прогнозируют хорошую погоду. Перепады влажности и роса плохо повлияют на головки. Кстати, ни в коем случае не стоит собирать чеснок во время дождя или когда почва очень влажная. Даже если сушить его долго, излишки влаги все равно останутся и большая часть урожая начнет гнить. Определиться, когда лучше выкапывать зимний чеснок. Можно по нескольким признаком, общим для всех сортов. Нижняя часть листьев высохла полностью, а верхняя желтая или тоже начинает сохнуть. Обычно это происходит равномерно на всей грядке, а не на единичных растениях. Если стрелки не связались, что рекомендуют делать для увеличения урожая, можно осмотреть их. На верхней части обычно формируются воздушные луковицы, которые огородники называют бульбочки. Когда чеснок созрел, то семенники лопаются. Чешуя на головках стала сухой и плотной, чаще всего она дополнительно приобретает фиолетовый отлив. Головки при этом плотные. Можно вырвать несколько растений и осмотреть нижнюю часть. Если начали отскакивать молодые корешки, стоит как можно быстрее убрать урожай. Две-три головки следует раскрыть и осмотреть. Если зубчики легко отделяются или даже рассыпаются, то чеснок необходимо убирать как можно скорее. Если знать сроки уборки, то практически всегда можно запланировать работы заранее, чтобы провести их в оптимальное время. Способы хранения зимнего чеснока. Важно разобраться, когда собирать озимый чеснок и как сохранить его до следующего урожая. После просушки следует перебрать все головки, чтобы убрать испорченные или заболевшие. Также на этом этапе отделяют те, что будут использоваться в первую очередь. При подготовке к хранению срезают корешки, оставляя не более 5 мм. Что касается стеблей, их длина зависит от способа хранения. Срезать необходимо острым секатором. Особенности хранения. В небольшие сетки, в которые насыпают головки и подвешивают к стене или потолку, не нужно плотно набивать чеснок. Он должен располагаться свободно. Многие используют для этих целей старые чулки или капроновые колготки. Ящики могут быть как деревянными, так и пластиковыми подойдут и плетеные корзины. В них нужно сложить чеснок слоем не более 15 см, равномерно распределить и поставить тару в темное помещение с температурой от 1 до 5 градусов тепла. Также важна и влажность воздуха, в идеале она должна составлять порядка 65%. Для защиты головок их обмакивают в парафин. Для этого нужно растопить его на водяной бане и по порядку обрабатывать чеснок. После высыхания создается прочный защитный слой и появляется возможность хранить урожай даже при неблагоприятных условиях. Если в погребе или другом помещении, где хранится чеснок, влажность выше рекомендованной, можно на дно ящика насыпать слой соли, древесной золы или муки толщиной 2 см. Выложить ряд головок, пересыпать их и делать так до самого верха емкости. За счет этого влажность в таре будет на оптимальном уровне. Можно использовать стеклянные банки емкостью 3 литра. Над ней и между слоями должен быть слой муки, заполняющий пустоты. Насыпьте муку до горлышка, закройте крышкой из полиэтилена и поставьте в темное прохладное место. Если оставить длинные стебли, можно плести косички из чеснока, после чего их просто подвешивают в помещении для хранения. Это удобно еще и тем, что использовать запасы можно по мере необходимости. Если подвала или погреба нет, можно использовать народный способ и закапывать чеснок на зиму в землю. Для этого подготовленные головки нужно расфасовать по небольшим пакетам, каждый из них обернуть в несколько слоев газетной бумаги или в солому. Выкопайте яму глубиной около 70 см, поместите туда пакеты, после чего засыпьте место хранения землей. Сверху для защиты от промерзания можно дополнительно насыпать слой сухих листьев. При обрезке корешков очень важно не повредить донышко, если это произойдет, сроки хранения сильно сократятся. Выбрать подходящий период для уборки урожая азимового чеснока несложно, если учитывать особенности своего региона и выбрать благоприятные дни по лунному календарю. При этом важно правильно выкопать головки, высушить их и заложить на хранение.